Господа, Центурион, да не простой, а Action X с изменённой башней. И дилемма его заключается в том, что это премиумный танк за Британию, 4-го ранга, с хорошей наградой в Львах, но при этом он всего лишь 4-го ранга. Грубо говоря, эта техника у кого не хватило на действительно топовые премы Британии для прокачки, и может быть у кого-то он оказался вообще по чистой случайности, думал-думал и вот захотел красивый танк. Так вот, в чём его плюсы, в чём его минусы, погнали сегодня распираться в бой, и как он вообще играется на немаленьком боевом рейтинге 7.7. В общем, предлагаю отправиться в бой, с вас лайк, с меня сегодня интересный контент, погнали. Итак, Центурион Action X. Что же это такое? Вообще, в целом, он мало чем отличается от третьего Центуриона. По большей части, просто видоизменённой башней, которая типа должна быть более защищённой. Ну смотрите, кстати, у кого-то в бою есть эти Action X. Значит, кто-то их покупал. Вот. И по факту это неправда, потому что самое толстое место этой башни 200 мм брони имеет, всё остальное в скосах, но там толщина брони в районе 100 мм, не более. Стреляем мы, разумеется, британскими подкалиберными снарядами. Классика, пробития дофига, толку нифига. Вроде как. Ну сейчас будем проверять. Может быть, я не прав совершенно. Абсолютно в этом всём. Ого! Это удивительно, я мало взял. В теории мы должны танковать такие снаряды на 200 пробития. А, вот наводчика мы ему убили. Тут надо точнёхонько попадать в какие-то уязвимые зоны танка. Я не думаю, что это хорошая идея вылезать дальше. Скорее всего, после этого меня накажут и отправят в ангар. Танк медленный, брони не шибко много, зато стабилизатор и зато пробития дофига. Но это подкалиберы, которые разрушаются, которые могут не наносить урон. С другой стороны, это подкалиберы с отделяющимся поддоном. У них вроде как и урон получше, чем у катушечных. И часто, в общем, даже съедобный. Вот. Будем, короче, проверять, потому что неизвестно, чего ожидать. По факту, это просто третий Центурион в другой обёртке. Ну и на этом всё, как бы. Чисто немного видоизменённая башня, что не даёт большой разницы. Так, к сожалению, его покарали до того момента, как я его уничтожил. Относительно быстро наводится башня. Хорошая скорость наведения более-менее по горизонту, по вертикали. Углы хорошие. То есть танк такой позиционный чисто. Ну, как и третий Центурион. Собственно, в этом и его фишка. Не буду отдавать артиллерию пока. Зума нет, к сожалению, какого-то такого неприличного совершенно. Скорость движения задним ходом зато, кстати, съедобная 12 км в час. Это не вот уж прям как много, но... Это комфортно. В общем и целом комфортно. Не вау. Но спасибо, что не 4, там не 8 км в час. То есть, несмотря на скромную удельную мощность этого танка... Он как-то это... И поворачивает вроде как даже неплохо. А это что было такое? А, ну Т-10А прям лобом словил ваншот. Красавчик. Ммм, 34-ка что ли? Эть. Ага, снаряд разрушился. Вот вам и приколы британских подкалиберов. Сколько там пробития нарисовано? Неважно совершенно, потому что урон вы можете с превеликим удовольствием не нанести. Потому что под определенными наклонами и толщиной брони эти снаряды просто растворяются. У нас есть сплошники на 230 пробития, но на 7,7 230 пробитий на сплошном снаряде не ощущается серьезно. Он поехал и опять люлей выхватил, а? Мы ж тебя только что починили. Когда ж ты уже успокоишься? Ну, у нас вообще в целом на точке все не слишком хорошо. Бам, минус СТРВ, 81-й. Вся наша команда сплошные цунтурионы. А! Что и требовалось доказать? Чувак, в дыму, даже не зная обо мне, выезжает, простреливает пулеметом и ваншот в лобешник. И это ИС-6, у него не какая-то там сверх пробивная пушка, да нет. А я его не пробью нормально. Потому что у него наклонная броня. У меня снаряды будут просто разрушаться об него и все. С другой стороны, может быть, самолетом выгодно стрелять можно с этих подкалиберов. Но это вот чисто дистанционный танк. Броня из фольги. Поэтому лучше не испытывать судьбу свою насчет этого. Ну и не надеяться на нее. Тех, забавно, конечно. Британцы позиционировали третьи цунтурионы. Ну и вот эти вот поделия типа экшн-иксов. И же с ними как что-то более-менее защищенное. Ага, конечно. Так я и поверил. Я не думал, что это хорошая идея выезжать туда на прострел. Точка, кстати, на удивление, ничейная до сих пор. Перезарядка вроде еще, ну такая, плюс-минус адекватная. У цунтуриона благодаря... Ну там что-то 6... 6,7 секунды, по-моему, у меня на экспертах. У нас их будет, наверное, секунд 6. Это неплохо. Но... Насколько часто ты будешь не наносить урон или не пробивать? Это нам предстоит выяснить. Потому что эти 6 секунд могут нифига и не спасти. Ага. Ну, то есть... О чем речь? Вот, Маск. Самое толстое место, 200 миллиметров брони. Даже в скос какой-то попал. Но... Боевой рейтинг не тот. Мы воюем на боевом рейтинге, где всем, ну, просто наплевать. На любые твои миллиметры. Там вон под калиберы летают. В общем... Такое себе. И точку А забирают. А кто это такой, интересно? Я не думаю, что он позволит мне пострелять по себе. Он не даст мне высунуться. И меня убьет чувак с точки А. Выехавший. Поэтому... Делаем вот так. Что-то как-то... Наша команда очень странно делает. Они вроде есть. Но, блин, где они? Почему ни одна точка не захвачена? О. Вроде как начали забирать Б. Вот он. Наводчик. Это вообще Фелкон, да? Или что это? Ну и вот он уедет. Не, надо на сплошняках пробовать играть. Ну и в жопу эти под калиберы. Честно, совершенно не впечатляет. Да, он там стоит до посинения, да? Ну и правильно делает, чё ему. Остается только длину контролить. Я боюсь не угадать, откуда он выезжает. У меня дымов много, но, блин, он откидывает сразу их такой пачкой, что... А, ну... Что я могу сказать? Вот против ломов воюем. Вполне себе спокойно. Там вроде и доворот-то дикий, но толку. Ну, он башню видел у меня. Мда. Давайте Tempest возьмём, кого-нибудь разбомбим, конечно. Раз уж у нас он просто есть. Но что-то мне подсказывает, что, походу, не мета играть на британцах на этих снарядах. Ой, блин, лететь-то как далеко. Я действительно не знаю. На боевом рейтинге 7.7, мне кажется, не найдётся людей, которые нас не пробивают. В башню ещё может быть от позиции от какой-то. Но вот тут карта не располагает, в принципе, никакой такой войны от башни. То есть нам в городских условиях, наоборот, как-то нехорошо получается. И чё вот с этим делать? Не знаю. Интересно, у Tempesta бомбы по одной сейчас уходят или по две? Потому что если по одной, то я сейчас убьюсь 100%. Но выяснить это можно только эмпирическим путём. Сейчас и проверим. Господи, там АМХ-13 просто пошёл, раздал лещей всем. Ну, наша команда как явление рассыпалась, я смотрю. Немецкая. Немецко-британская, французская, шведская. На картонках попались. Хотя он, ДФ-ки 105-ые вроде хорошие, танки за нас играют. Удивительно. Он, кстати, экшен-Х живой. Четыре фрага сделал там за два выезда. Короче говоря, чё-то как-то пытаются люди воевать. Надо подсобить, насколько это возможно. Да, на точке С тут чё-то вообще совершенно непонятное. У нас вон САУ заехало куда-то за точку. Точка за врагом при этом. И здесь он... Н-ное количество противников. Нет, обе уходят бомбы. Ну вот. Хорошо. М-26-го мы наказываем. Я вижу какой-то бомбардировщик. Он летит на нас. Да, это возможно просто... Ой, 700 км в час. Как же там Пест хорошо летит? Это, возможно, просто П-8. И не дай богу. У нас и так команды нет. А он её сейчас вообще, наверное, уничтожит. По-моему, он улетает на филд. Да, он улетает на филд. Ну и, в общем, больше помочь мне им-то и нечем. Это обидно. Вон там, кстати, какой-то ещё истребитель летит. Можно попробовать его своей целью выбрать. Потому что чё я с наземкой буду делать? Так-то у меня двадцатки... ...могут кого-то пробить. Мне кажется, лучше их... ...попробовать авиации лишить. Ну, по крайней мере, можно попытаться. Блин, двигатель, правда, перегрывается на Томпесте. Просто разом. И раз, и два. И раз, и два, и три. Там зенитка, что ли, какая-то? Так, кто ты такой? Бирка, что ли? Ну, конечно, мы друг друга просто отломили. Да, это бирка была. Ладно, идём в следующий бой. Чё-то в этом с Экшн-Хом не заладилось. Попробую взять сплышники. Посмотрим, как на них будет дело обстоять. Так, попробуем начать на сплышниках. Баллистика у них тоже хорошая. Поэтому, может быть, получится что-то. Просто пробитие в 232 миллиметра в упор... ...это, честно говоря, немного. Блин, у Батшата на этом боевом рейтинге пробитие, ну, очень близкое. Только у него каморники и у него слабое орудие, назовём так, по пробитию на этом БРе. А у Экшн-Х, кроме орудия, это и нет ни хрена больше. И как-то вот я прям боюсь. Ну, может быть, сейчас меня реальность переубедит. Но, блин, встретить какого-нибудь Мауса легко. Вот мы сейчас против немцев играем. И чё мы с ним будем делать? Только подкалиберами его дараколить. Короче, снаряды вот по ТТХ ощущаются как какие-то просто абсолютно бесполезные. Максималки у нас тоже нет. 35 километров в час это максимальная скорость. То есть некоторые тяжёлые танки побыстрее у нас будут. Что тоже как-то не сильно-то впечатляет. По-моему, маска у обычного третьего Центурёна крепче, чем у этого. По крайней мере, там хотя бы перекрытие маски есть с бронёй башни. Что позволяет. Опа. А, это был Видар, кстати, безбронный. И вон мы его как покарали за это. А, это башню его сорвало, что ли? Слушайте, это его башню сорвало. Я думал, второй выезжает. Хорошо, хорошо. Ну и всё, блин, я не успел. Они вон быстро и уже заняли там свои позиции. Ну, с другой стороны, если я сейчас поеду, могу выхватить. Пока не поеду. Было бы неплохо, конечно, штурму помочь. Там уже кто-то тоже проехал. И сейчас, наверное, будет ему делать больно. Но я рискую. Техника позиционная. Поэтому мы можем действительно как-то от позиции аккуратненько. Еле-еле. А где он? А я его не вижу. Так, штурм-С. Всё, погиб. Это был АМЛ-90. Тоже наш клиент. Брони нет. Так что сплошняк-то как раз с хорошим уроном. Самое оно. А это чё такое? Ну, он туда вон в дома запрыгнул. Я боюсь выхватить сверху. Никого не видно. Потому что они там есть, точно. Да, по-моему, их обстреливают. Давай-ка я спрячусь. Слушай, меня тут союзники навыгребали. Так, опа. Вон, чё-то там есть. Дальномера лазерного нет у нас. Наверное, было бы для этого БРа. Да и танк очень старый. Какой ему лазерный дальномер? Да. Туда в наглую больше никто не хочет. АМЛ-ка всё, походу. Спеклась. Очень обидно. А этот вот только-только решил ошерудить. А, это стерва. Нифига себе. Она сейчас повернётся не бортом и всё, конец. И пойди-ка её пробей. Да, всё, конец. Ага, ну и смерть. Ну, кого же, как не меня. Хотя, я смотрю, там этот саб заштурмил а с четверых сразу. Как интересно он за один заход четверых заштурмил. Понятия не имею. Вот что с этой стервой делать? Под калибрами я её не пробиваю. А сплошниками я её не пробиваю. Так что же выбрать? Ну, может быть, наши злые союзники сейчас на зенитках хоть им объяснят, что они неправы совершенно. Этот саб ещё и БМП заштурмил. Капец. Просто всю команду заштурмил один сраный саб. У нас вон, такое. Он у него... Фига, он бомбы кидает. Блин, было близко. Надо на подкалибр и перейти. Попробую его с подкалибр и снять. Может быть, этот танк предназначен для убийства не танков? Мы вот эту самоходку не перестреляем просто никак. Мы её не пробиваем ни в каком виде. М-да. Старая гвардия ещё жива. И, кстати, точка всё ещё наша, поэтому можно не париться. Кто по мне стреляет? Кто это такой? Я пока выйду, уже вон урон получаю. Кстати, пробитие, ну, разумеется, без шансов. Там, наверное, кумулятивы какие-то. Я никого не вижу. М-да. И ближе подъехать не могу. Так, всё, точку С у нас снимают. Ага. А кто это такой? Это леопард, что ли? Ну и хрен ли вот мне ему делать. Я не успеваю выехать. Он стреляет и уезжает. Я его даже не могу поймать на ошибке. Это мне ещё попасть нужно по нему. Ну, он не будет выезжать пока я здесь, да? Там ещё, кстати, треугольник жив этот шведский, так что... вот он кому-то вшатал и уехал. М-да. Чё-то как-то тяжко. Вообще места не найти себе на этом Центурионе. Надо было, наверное, в центр куда-нибудь просто ехать просто. А где его там искать-то? Вот тут, по-моему, он где-то был. Этот, судя по всему, с бомбами вернулся. Конечно, на меня опять летит, да? Нет? Ой, ура! Вулкан его похоронил. Нет, это другой какой-то. Отлично. Кайфуем. О, я его пробиваю всё-таки этими подкалиберами, но угол должен быть минимальный. Это чудо. А, снаряд разрушился. Всё, понял. Халява кончилась. Да, понятно. Но всё ещё убить его не представляется возможным для меня. О, они уже тут в наглую едут. Это наши кли. Да. Куда? А, через кусты. Прям в лоб маски. Прям вот в самое твоё защищённое место. Хотя, по сути, без разницы, куда бы он попал, он бы везде нас учпокал. Ой, боже, какой же это позорище этот Сунтурион Action X. Это ж надо сделать настолько неедущий и одновременно абсолютно без танка, без брони. Вот здесь хотя бы маска танкует у Карнарвана. Ну, хоть иногда. И хотя бы не 76 миллиметров в ЛД, по-моему, а поболее чутка. То есть пожить можно. Да, тут хотя бы под сотню. Та же самая пушка, те же самые снаряды, всё то же самое. Просто танк едет абсолютно так же, даже быстрее. Да, у него движок даже повеселее. повеселее. Ну, типа, и зачем Action X? Ну, они тут все, кстати, выгребли люлей. Но остался там этот далёкий леопард, наверное. Я не думаю, что он куда-то со своей позиции решил укатить. У него там сытно и сладко было. Пипец, у них сплошные эти реактивные истребители. Хотят приносить нам несчастье в дом. Поехали попробуем точку С сбить. А вот что-нибудь получится. Ага, получится, конечно. Меня сейчас опять заштурмят. Ну, у нас команда кончилась, как явление. На! Ещё и ПТУР прилетел какой-то. И ещё что-то. О-о-о-о. Ну, я всё равно не выжил в чистом поле, я думаю. Ну-ка, ну кто сомневался? Короче, вот у них попался какой-то игрок с руками. И даже, судя по всему, там не один. А у нас... А у нас в квартире газ. И не танк, а говно. Пойдём в следующий бой. Надо всё-таки попробовать ещё разочек и ещё разочек. Итак, отправляемся в следующий бой на экшен-иксе. Попробуем, наверное, всё-таки на сплошняках ещё разочек. Ну, что-то мне подсказывает, что это не самая лучшая идея. Хотя, с другой стороны, у врагов лорейны, леопарды, аэмэлки. Всё это пробивается сплошняками. А урона у них явно поболее будет, чем у нашего подкалибера. В общем, погнали. Вид джайанта. Попали мы, конечно, красота, да? Ну, попали мы прям в самую жопу на 8,7. Да. Это будет непросто, не так ли? Такое, самое неприятное сочетание у этого Центуриона отсутствие подвижности и отсутствие брони. И орудие-то, ну, как бы, с нюансами. Оно вроде неплохое, но тем не менее. И куда ни сунься, везде тяжело. Ну, хотя бы спасибо, что в своих 35 километрах в час это чудовище более-менее едет. Ощущается хотя бы немного честно, что оно едет. Так, пойдём-ка дальше. Самое главное, что британцы с этой скоростью и динамикой реально становятся просто излюбленными целями для вражеской авиации. Ну, как бы, шансов-то нет. Пережить, уехать. Кипец, здесь уже кто-то есть. Он уже дальше проехал. Какого дьявола. Он уже здесь убивает у нас кого-то. Объект 906. Хе. Да. Обидно чувствовать себя отставшим на этом первой жизни. Это Т-55АМ, наверное. И чё я ему сделаю своим орудием на 230 пробоя? Вон там, я вижу, танки ездят. Что это? Мне кажется, это 55-ка ашная. Я боюсь, что стоит мне только начать ехать, она на меня довернёт и сразу мне каморником впаяет ваншот. Ей-то меня пробивать даже не надо стараться. И она стоит и ждёт что-то. Ну, видимо, меня. Хотя сложно меня, наверное, не заметить. Нет, на удивление, он просто АФК. Ладно. Такими шансами мы, конечно, воспользуемся. Не часто они нам выпадают. Суперперсик поехал в атаку и выхватил леща. Кто бы удивлялся. Там, видар из 54-ками, капец. Ну, подкалиберы против 54-ок честно, не лучше, чем сплошники. Сплошниками просто тяжко пробить, а подкалиберы разрушаться будут ещё о броню. Нафиг оно надо? Они тебе всё равно не дают никаких дополнительных зон пробития по итогу. Подождём. Я не знаю, захочет ли он ехать сюда на Суперперсинга. Вероятно, нет, потому что им надо на точку зайти. Мне бы как-то дали так надвигаться, что ли. Просто уж очень уж ссыкат. Ну, я куда-нибудь туда попробую арту дать. Может, хоть спровоцирует их на движение какое-то? Не, они поехали на точку. Ну, как они? Их там так много, что кто-то поехал, а кто-то нет. Кто-то здесь ещё тусит. И ладно бы там 54-ка, у неё хотя бы стабилизатора нет, ну... окей. У неё каморники, у нас стабилизатор. Ну, 55-ки, которые лишены этой проблемы, тоже вон с нами регулярно воюют. Я не понимаю... А, ну, на ФК стоит. Нормас. Слабый танк у тебя, дружись, чтобы ФК стоять. давай-ка его на гусеницу. А я ему ничего не сделаю. Давай-ка ждать этого господина. А, рикошет! Ну всё, я умер. А, нет, это БМП-2, повезло. У неё тур неудачно расположен, да? Хотя она меня умудрилась пробить. Вон, борт башни куда-то, судя по всему, влепила, да? Да нет, прям в лобешник или вон туда. Непонятно, куда она влепила. Ну, хорошо. Хотя бы БМП-шку переиграли, и то чудом каким-то. То, что рикошеты от БМП, это прям классика, да. 122-й объект, нам надо вдвоём его как-то разводить. По-моему, дальше уехал. Ладно. Бам. Не пробил, что ли, он её? Она ещё вся в кустах? Как её пробивать там? Ну, ладно, тут есть шанс. А, наводчик. Ну, знаете, урона больше не стало от того, что я пере... А, а, и там ещё стоит, конечно же, вон. я выжил, правда, кстати, после двух пробитий. Так что, можно сказать, что и у них урон не особо-то проходит по мне. М-да. Чё-то как-то тяжко. Я, конечно, могу размениваться членами экипажа, но у меня больше не осталось, так что всё равно. Больше пары этих раз как-то не получится. Это артиллерия его так покарала, или это вот тот чел ему вкинул оттуда? Ну, позиция у нашей тридцатьчетвёрки явно хуже, чем у меня. Она меня наоборот прикрыла своей тушкой. Да-да-да, по ней вкидывает кто-то вот сверху там стоит. То ли б туровозка, то ли бмпшка какая-то. Я боюсь, тридцатьчетвёрки я уже не помогу. Я думаю, я не починю её. Надо пробовать убить того чела. Но я ещё и не еду, чтобы убить его, как бы. Да, я застрял. Боже, какая же медленная говёха. На! Это была бмп-1. Ну, прям видно было, что это первое. Летят гранаты эти. Прости меня, тридцатьчетвёрка, я пытался, но на этой херне не раскорячится никак. Здесь кто-то есть. где-то слева получается. На удивление, наша команда, кстати, их побеждает всех. И мы даже три фрага сделали, что неплохо. Походу, всё-таки надо играть на сплошняках. И тогда урон будет. А то, что пробитие недостаток, ну, не то, чтобы недостаток, мы, по крайней мере, с стабилизатором можем выцеливать и пробивать почти всех. Так что основные снаряды здесь всё-таки вот эти. А это кто? Лампампарт стоит на горе. Да блин. Я просто не успеваю. Она меня убьёт, да ведь? Нет. Ну, она и урон не получила, опять же. Ничего серьёзного. Ну, приводы сломал. Да, конечно. Но этого маловато. Ладно, поехали. Бой и так выигран, в общем-то. Благодаря тут нашим союзникам. Поэтому, да мне кажется, я даже не успею до неё доехать. Вот, вроде бы хороший бой для нас на ActionX, но вот, честно, по абсолютным, так сказать, показателям говяхами пахнет всё равно. Чё ты тут делаешь, пыжишься? Я не успеваю за ними, ни за кем, просто никак. Прям безумно не хватает динамики. У меня такое ощущение, как будто мне гирь просто прицепили сзади. Как у каторжника. Ну, ладно, здесь хотя бы без шансов для него. Ну, ладно, четыре фрага, давайте хоть на результаты посмотрим первого более-менее успешного боя, сколько мы за это всё зафармим. Может, оно того стоило. Ну, 50 тысяч я могу на чём угодно другом зафармить, и даже не на прям технике, если бой хороший будет. А, как-то вот это не сильно впечатляет. Да, это неплохо за хороший бой, но сыграть хороший бой на нём чё-то пока вот никак не получается, и я чё-то не уверен, что вообще возможно. Пойдём ещё один боёк сыграем, ну, хотя бы на сплошняках нащупали его, он уже начал приносить плоды свои. Так, отправляемся в следующий бой на экшн-иксе, и я честно не очень понимаю, где мне тут бы занять позицию. По-хорошему надо встать куда-нибудь вон туда и стрелять из-за холма, но я ж до тут не доеду с его подвижностью. Меня по пути хлопнут раз 200. Почему нельзя было по два дыма сделать, чтобы у меня дымов было шесть выстрелов, а не два. Чё-то как-то это вот глупо. Он сразу отбрасывает почти все, и... и смысл тогда в том, что их 12. Не то, чтобы сильно хватит намного. Я попробую в любом случае как-то в низину спуститься и, может быть, выехать потом из-под низа как-то. Не знаю. Никакого другого плана я не придумал. было близко, кстати, на удивление. Вот. И как-то вот хотя бы поаккуратнее отсюда. Кто там стреляет? Вот это вот? Что это такое? Интересно. Гусеница. Ок. Я так и не понял, сколько там дистанция. Чё-то вроде 1200, даже больше. На! Это был Леопард первый. Не, ну всё, отлично, я понял. Сплошники. У нас в противниках картонки сплошные. Чё на них подкалиберы тратить? Тем более баллистикой на каморах, ой, на каморах, на сплошниках норм. Я его только не вижу. Он же там есть где-то? Ну, если он и есть, то не то чтобы горит большим желанием высовываться. Но я хотя бы выгляжу как кусочек кустика. Может быть, это меня дополнительно замаскирует. Хотя на дистанции, по-моему, могут кусты не отображаться. Может, как декораторы всё-таки в первую очередь. А не как маскировка. Не знаю, никого не вижу. Опа. Вот он, вот он, вот он. Эть. Механик, водитель, двигатель. Кайф. Скорректировать кострельбу. Это 120-й объект, что ли? Топливный бак скорректировал и недостаточно. Ещё раз. Да, скорострельность не чёшная. Приводы горизонта. Ещё корректируем стрельбу. Чё-то слишком я всё вправо. 120-ка, действительно. Радиатор, топливный бак. Ой, боже мой. Больно на это смотреть. Но когда-нибудь я его замучаю, да? Приводы вертикального наведения, понял. Ещё левее берём. Я ему выбиваю все модули по одному. Месть — это, как говорится, блюдо, которые подают холодным. Так мне надо больше сплошняков брать. С таким уроном по ним мне не хватит ни на что. Я отсюда не особо могу по ним стрелять, кроме как по тем, кто поехал вот пытаться занимать позиции в объезде, но много ли их будет? Мне кажется, больше никого. Хотя по кому-то там стреляют, по кому-то. Я думаю, можно двигаться вперёд. Всё равно едем не быстро. Ну так потихоньку и займём какую-нибудь позицию поинтересней. Вот здесь, под холмом. Мы не можем туда уехать далеко, ну ладно. Хотя бы здесь по чуть-чуть покатим. Тем более, здесь мы вроде от всех закрыты. Ехать вроде сюда никто особо не собирается. Если кто-то собирается, мы первыми стрелять начнём, скорее всего, благодаря стабилизатору. И вот прям медленно будем поддавливать и заодно смотреть по кому можно будет закинуть здесь, кто подвоха ожидать не будет. А вряд ли кто-то будет. Кому в здравом имя приедет в голову на третьем Центурионе здесь заехать? Ну вот мне. Но я думаю, у них другие проблемы есть. Помимо моих классических. Он умер? Нет. Трансмиссия его уничтожила. Там что-то еще есть, но так как я его не вижу, то не будем спешить. Вот я другую позицию занял. Неплохую. Да, углы моё почтение на этом танке. Вот ему чисто вот под кустом, за камнем. Вот это карта для него. Городские карты он вообще никак не вывозит. У него для них ничего нет. Это куст или танк? Ну я все еще далеко от мест, где я могу по ним стрелять как-то более-менее. Мне надо слишком сильно высовываться для того, чтобы по ним пострелять в центр. А это чревато погибелью. Тот, кто не спешит, тот на этом танке фраги набивает, я так понимаю. Аккуратненько сказал. Я и от кого-то кто и откуда просто кусок башни моей где-то кто-то увидел. Я даже не понимаю, куда он мне вжахал. Это явно не в корпус. Какой-то чел опять там в дома встал, стоит. Его не видно, не слышно вообще ни единого как бы оповещения о том, что он там может быть нет, кроме того, что тебе вот по кумполу прилетело. Опять выжил, кстати. Спасибо, что у этого центура нет в башне Поэтому, заметьте, при попадании в башню мы нормально живем. Ну вот, сказал я, что надо не спешить и не высовываться. Как оказалось, что мне и высовываться сильно не надо. Вон он стоял. Это ИС-3 был? Мне кажется, это не ИС-3 был. Я не верю, что я пережил ИС-3. На, он просто живет. Он перетанковал до ваптура. Или это сегодня вся игра так милостиво. Во, это объект 120-й был. Да? Да, прикиньте, это еще один, ну, 120-й. Видимо, это, наверное, тот же самый дублера взял и поехал мстить. Тогда понятно, почему он знает, что я тут и что я леща выхватил прям, не отходя от кассы, назовем это так. Блин, он их видит, а я нет. Наши просто летят, сшибая все на своем пути. На. Ой, слава богу. Блин, перезарядка с двумя членами экипажа, конечно, грустнявая стала. Но, с другой стороны, опять команда моя идет к победе просто семимильными шагами. Эх, это было близко, но все-таки не совсем. На. Ха-ха-ха. Десять тысяч за фраг вертолета. Приятно. А, не, не я стал его целью. Все, слава богу. Спим спокойно. Кто-то там есть, но как-то стрелять по нему опять же не могу, они там все сныканы. Да их осталось-то, честно. так. Немного, полтора землекопа. Это уже союзный, да? Хеликоптер, геликоптер, вон оно что-то. Да, у меня углов не хватает здесь. На, командир заряжающий, хотя бы так. Я вот так вот, может, углов у меня хватит, да? Ага, сейчас. А, ну, конечно, в этот момент меня дергет. Не, не хватает углов. Они, конечно, хорошие, но... Ну, и куда стрелять? Оо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот это я грязь устроил, конечно, с этим выстрелом. А, я следующий. Ладно. Тут союзный Капец, тут какая-то вертолётная война Серьёзно? Этот меня летит убивать? Нет? Я тут тоже могу спалиться спокойно Эх, было близко Под калибром, конечно, гораздо проще было бы его сбивать Но заряжать ради самолёта под калибр на этом танке грустно как-то Ну вот, позиционно Вот так вот по капельке, по тютельке подавливая Вот, С-2 погиб Чё-то как-то вот чуть-чуть получается Но опять же, две помощи, четыре фрага, сбитый вертолёт Это лучше, чем предыдущий бой Это кайф, конечно Но всё же не какой-то там умопомрачительный результат Эх, было близко опять Но недостаточно для того, чтобы это стало моим фрагом Ну и, собственно, иди отсюда А здесь, собственно, мы победу, да? Оформляем благодаря команде, опять же То есть, ну, внутри он нихрена не влияет на бой Он никуда не воспевает и не может сделать столько фрагов, сколько нужно Потому что тупо, ну, нет у него таких возможностей Так, результат 76 тысяч Ну, в принципе, нормально Деньги капают Давайте ещё один боёк налим Так, взял побольше сплошных снарядов Понял, что не особо-то мне нужны Эти самые подкалиберы Режим сражения на Тунисе Это, может быть, вечным боем На все, так сказать, 25 минут таймера Ещё это какой-то увеличенный, что ли, Тунис, или нет? Да, это какой-то Как будто бы увеличенный вариант Туниса Зачем? Почему? Никто этого не знает Ну Погнали занимать какую-нибудь позицию Карта для нас подходящая Здесь куча камней, за которыми можно встать Холмов и иже с ними Самое оно для экшн-икса У которого, вот, по сути, единственная стезя Это вот стоять на позиции Потом перемещаться на следующую Стоять на ней И стрелять, стрелять, стрелять Скорострельность хорошая Урон нормальный Это приятно На нём делать Тут Не поспоришь М-46 ждёт цели Ну Что-то мне подсказывает Вряд ли у тебя Найдётся цель там легко Хотя На удивление Быстро ты кого-то обнаружил Или они там в наглую школе проезжают Кого он стреляет Я, мне кажется, сейчас умру, да За эту наглость Нет, но это было близко А, это бульдожка, что ли Благо ему навешали лей за его Наглость И он по мне не попал Ну, мне нужно занимать нормальную позицию А этот-то как умер Чё-то слишком быстро Это всё произошло Тигр королевский Рикошет Ну, то есть даже тигра нормально не пробить Трабл Это быкан Вкусно, но я не попадаю Сколько на него дистанции, интересно Это я мало беру На Не пробил в комбашенку Ну, это ладно Там урона бы не было всё равно То выше беру, то ниже Теперь перелёт Да, непросто Когда ты такой Куда летит оно всё Опять выше взял Хотя вроде уже Корректировал стрельбу Теперь недолёт Да Тяжело мне будет С такими руками играть На Наводчик Казённик И он живой Я боюсь, сейчас справа приедут Ну, как бы они Не могут не воспользоваться Вот этим проездом Он Великолепен Это просто халява Не пробил Под нищу попал Обидно Теперь я его, походу, перебросил Не знаю Мне своими руками Может и подкалиберами Лучше пользоваться Я хоть как-то буду попадать Ладно, делал привычки, я думаю Да-да-да Вон оно уже Уже тут А кто? Королевский тигр И он выгреб Там 103-го Бканища стоит Ну, как стоит Офигеть Он нагло делает Да что ты Механик-водитель-двигатель Ладно, попал Просто оно что-то так долго летело Я уж подумал Я уж подумал, не попаду Командир казна Так, ладно Мы его домучим Когда-нибудь Попадание без урона С рикошетом Внутри картона Интересно Попадание без урона Потому что Они вон За стволом Спрятались И туда Снаряд Не долетает На Низко взял Ну, блин Дайте каморники Пожалуйста Если уж пробитие забрали Хоть каморники дайте Ёпросоте Трансмиссию сломал Тигру королевскому А по мне Вылетело Не пойму откуда Там вот кто-то наверху Потому что стоял А здесь что? Ага А кто это? Я его даже не вижу Причем он по мне стреляет Ааа Вот это Это не кусок скалы Это быканищий Как раз еще один стоит Судя по всему Ну, сейчас отчинимся Надо было Больше снарядов брать Злой какой, а? Что мне с ними делать? Чудо, что я танканул быкан Ну, у Центуриона Есть один плюс У него есть вот эти вот экраны Которые В целом Хоть как-то могут Сопротивляться Крупнокалиберным Бабахам Будет стоять Ждать меня до посинения Поэтому пострелять По кому-то другому Я не особо-то смогу Да? У меня уже здесь Кто-то въехал Смогу ли я отсюда Как-то стрелять? Я думаю, нет Просто если я тут А, могу На удивление Не везде И не всюду Вот он В тур едет Ну, нормально Короче, все равно Я по нему не могу стрелять Дальше он Дальше он, наверное, не поедет Наглую На Приводы Наведение Ну, типа, его не убить Когда он так от меня спрятан Ага Тут я не попал Просто сам Да Тяжело Быть мной Я боюсь, сейчас Меня просто прилетят И разбомбят Их тут много Ну да Надеюсь, что я смогу Как они меня тут пробивают Вроде все Не попадали Не попадали Куда-то на холм Залезли Ну, в теории Я должен выживать Все, они меня потеряли Спасибо, что Есть густые дымы Я могу Отступить И поискать цели Все еще Что-то сломано На 11 секунд Ну, причем Ничего не сломано Казалось бы Они где-то наверху Стоят, судя по всему Мне ведь Нет Наверное, союзники едут Мне показалось, как будто справа кто-то Но я думаю, это я их слышу Бакан стоит Кайфует Но Крен ли я ему могу сделать Так У него КД 3 секунды Пять И Ну, против сплошников У него абсолютная защита Ура Попал я ему По остаткам экипажа Он там стоит за камнем Тоже, дружище Ну, я думаю, что мы сможем Это опять пережить Опять гусля меня Спасла На удивление Живу Ну, тут под таким углом Залетело вон Куда-как Но Думаю, что Банально в броню Не попал У меня снарядов, блин Не осталось уже Практически А я вот два фрага Всего сделал Стреляю Весь бой Ну, тут, конечно Стоит отдать должное Кривизне моих рук Не существует Такого транспортира Который бы Очертил Окружность Их кривизны Тридцатьчерка Выснулась Посмотрела И такая Ага И все на этом На Бульдога Покарали Все-таки Уже все Приноровился Блин Ну, я и не Сомневался Да кто Будет Сомневаться Ой, боже мой Конечно же Артиллерия От Тридцатьчетверки Восемьдесят пятый Еще бы, блин От БТ-5 Артиллерия Залетела в меня Да какая разница С другой стороны От кого Залетает артиллерия Когда она По тебе залетает Да Нет Экшен Икс Это какой-то Прям Нужно Обладать Каким-то Просто Особым Умением К стоицизму Ну, чтобы Чувствовать себя В порядке После всего Что происходит В игре На нем М Откуда Непонятно Они на точку А что ли Пытаются как-то Зайти И тоже здесь За холлами Стоят Господи Ну я же сказал Тут 25 минут Будем стоять На этой карте Ее выиграть Как бы Не выигрываешь А ну-ка Ну я думаю Вряд ли Дай-ка подкалибер Заряжу Интересно ради Ну нет Все Это тут Тихая гавань Ну-ка Было Близко Но Близко Не считается Попадание Правильно? Правильно Да что Ты будешь Делать Остается Только этим Заниматься В этом бою Потому что Высоваться Сюда Нет никакого Смысла Абсолютно Так Проедем здесь Это опасно Но Честно говоря Этот бой Мне поднадоел Да Они тут катаются Наши в центре Кто-то там есть Но это вот Так и будет Возня из-под камня Камня Из-под камня Хотя звучит Забавно Так там уже Целая толпа Трупов на склонах И пантера Тут М103 Выгребал Опа Неужели Это наш клиент Сказал Я избил ему гусеницу А после этого Сейчас мне залетит От ИСа второго Как от ИСа третьего Тогда залетела С пробитием В мое Мягкое тельце Не пробил Да Все Слава богу Его добили Хотя бы так Я не могу Надеяться Она больше Кто-то стреляет По 34 Значит За эти позиции Контролятся Очевидно Что это Самые популярные Позиции На которых Стоят союзники Поэтому Почему бы Их и не контролировать Логично Не докинул Это быкан Что ли Опять Это был Чариатир Страдалец Несчастный Кинский Господи Прости Кто-то все Сделал Видят Британцы Не хотел Убивать Своего Собрата Да еще И такого Несчастного На этом Боевом Рейтинге Ну Я думаю Что они там За камнями Стоят И я их Никогда В жизни Не увижу Хотя Тем не менее То тут Кто-то Двигается То там Кто-то Двигается Стойся Кайфуй Тем более Что опять же Этот бой Не призывает Нас Вообще Никуда Спешить Такое ощущение Как будто Летит По мне Но Откуда Совершенно Непонятно Так Мардер Откуда Ты его Все-таки До конца Уничтожил Мда О чем Поговорим О погоде О цветах Об опылении Пчелами О пасеках Действительно Самое время Самое время Поговорить О том Как делают Искусственную Хожу Хожу Сам Или о том Какая Обувь Лучше Хорошая Магазинная Или на заказ Или про Автомобили Поболтаем Или про Компьютеры Я думаю Что мы Можем Поговорить Абсолютно О всем Вместе Сразу Кстати Сейчас могу Выгрести Но я Ни о чем Не буду Жалеть Это что Вообще Такое А это Ганамагера Ганамагера Я не Сомневался Ни единой Клеточкой Своего Тела Я не Сомневался Что там Кто-то Будет Потому что Разве Могло Быть Иначе Пойдем Дальше На Попробуем Самолете Подсобить Союзникам А так Можно Подвести Какой-то Уже Промежуточный Итог И промежуточный Итог Честно говоря Неутешительный Этот Экшен Икс Это Максимально Бесполезный Выкид Ваших Денег Если вы Хотите Его купить Подумайте Сначала о том Геймплее Который Он Навязывает Причем Очень активно А потом Подумайте о том Что у вас ветки Этого геймплея Будет Просто вот Двумя ложками Запихивать в рот И не прожевывая Глотать Потому что там И первые Центурионы И третий И десятый И корнарованный Конкеррор И все Вот это Вот одинаковое И все Оно Типа того же Самого Экшен Икса Так нахрена вам Еще одно Такое же Страдальное Еще к тому же Ну не то чтобы Страдальное Но вот Очень своеобразное Еще и за ваши деньги Совершенно не понимаю Тем более что оно Ничего вам не прокачает Ну пятый ранг только Из восьми Уже на текущий момент Времени Что как-то Честно говоря Немного Неприятно Узнать У них блин Авиации толпа Попробуем спасти Корсара Или он там сам Кому хочешь Спасет Отдохни На своей Швальбе Самое Забавное Что вот этот Гономак Он выжил Он сейчас Еще нас убьет Наверное А это Исушка приехала Держи бомбы Это твои Я подарю тебе Ответный подарок Как ты мне дал Свои 122 Миллиметра Ну окей Это меня устраивает Теперь осталось Во всем этом Невнятном Желтом Полотне Найти Зенитки Опа А вот и оно А это Мардер Это не Зенитка Ну с другой стороны Я и его могу Пробить Спасибо Темпест Насколько же Проще И комфортнее Делать фраги На Темпесте Чем на этом Сраном Экшн Иксе Я могу Выбрать Нужную цель Могу Зайти на нее Под любым углом И под любым Соусом И кайфовать И кайфовать Но сейчас я Все таки умру Конечно Потому что Невозможно Делать то что я делаю Ой Я все понял 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 Не надо Дядя Это Перереспавнился То ли тот же самый Мардер То ли какой-то Просто еще один Ну и Тут уже поздно было Идти в душ Там уже мыло уронили Ну что По итогу Я уже все сказал Добавить нечего Не нужен вам Этот Экшн Икс Танк абсолютно Беспонтовый Бессмысленный И Да он Пофармит Да он Какие-то фраги Будет делать Но блин Тут гораздо Больше интересных Других танков Которые прокачают Вам все Он тот же самый Руйкат есть Да он Виджайанта Тот же самый Он хотя бы Ездит туда-сюда Побыстрее И Перезарядка у него Тоже быстрая И пушка По сути Похожая на это Вот Поэтому Нафиг оно вам надо Или вон Авра есть В конце концов Вот там хотя бы Геймплей веселый На этом все Увидимся с вами Завтра Поговорим о чем-нибудь Еще Может быть Скучном А может интересном Не знаю Как оно получится Ну и все Всем удачи До новых встреч Пока